Привет, друзья! Задавала вам вопрос, он звучал так. Возможно ли выложить гель без опила с идеальным бликом, не владея техникой выкладки? Этот вопрос возник у меня из массы обращений такого характера. Я чайник, начинающий мастер, делаю себе сама, но никак не получается выложить гель так, чтобы его не пилить. Жидкие гели быстро растекаются, густые не выравниваются, и приходится потом долго пилить. Дорогие друзья, сегодня я попробую стать на место новичка и поговорить на эту тему внятным житейским языком. Сегодня не будет никаких инструкторских методических идей, схем, никаких научных теорий. Сегодня я покажу вам антитехнику, то есть выкладку геля как попало. Для тех, кто с нами впервые, рада приветствовать вас. Подписывайтесь и жмите на колокольчик, чтобы получать уведомления о новых видео. Я стараюсь очень выкладывать видео раз в неделю, а шорты – короткие видео каждый день, чтобы вы не скучали. Итак, друзья, это видео называется «Антитехника». Сказать, что оно далось мне легко, не могу. Опытному мастеру трудно поставить себя на место новичка, так как руки сами уже на автомате делают так, как привыкли. А здесь мне намеренно нужно делать так, как будто я не владею кистью, так как если бы это делал новичок. Не знаю, насколько мне это удалось, вам судить. Также мы с вами поговорим о текучести материалов и о гелях. И я как раз познакомлю вас с уникальной коллекцией гелей «Трио». Вы давно просите на нее обзор. А она как раз подходит и для новичков, так как три степени вязкости этих гелей позволяют вам, дорогие мои чайники, попрактиковаться на более послушном материале, а не скупать все подряд в поисках того самого, одного единственного, с которым будет легко. Давайте начнем. Итак, у меня тут уже все готово, так как я собираюсь выложить гель без опила. Кутикула блестит. Кто не видел видео о макроманикюр, оставлю ссылку для вас в описании. На ногти я оставила царапины пилкой 180 грит, придала форму свободному краю и оставила лишний 1 мм длины для визуализации торца в конце. Кто не знаком с этим понятием – этапом, ссылка на видео будет в описании. И прежде чем наносить базу, я обезжирила натуральный ноготь спиртом и дала хорошо просохнуть. База у меня латекс бейс, эластичная, PH4-5. Наносится она под гель тонко, втирать не нужно. И, конечно, постарайтесь нанести близко к кутикуле, потому что если гель попадет на ноготь без базы, скорее всего будет отслоение в этом месте. Это несложно, если птериги и пыль хорошо удалены, кисть раскрывается хорошо. Базу просушила 30 секунд, дисперсию удалять не нужно. Сцепка базы и геля будет лучше. У меня здесь дисперсия удалена. Друзья, так как это видео я снимала для вас несколько дней по кусочкам, отвлекали меня все, кто только мог. Вот такой исходник. Мизинец безымянный в порядке. Средний я специально запилила, чтобы показать вам, как доставить параллель. А на указательном спилила длину. Буду наращивать на верхние формы, чтобы вы тоже смогли. Это гель Трио А, номер 03, средняя степень вязкости. А это средняя вязкость. Три это номер цвета. Это мой любимый оттенок и любимая вязкость. Он наиболее скоростной для меня из этой коллекции. А цвет очень подходит к цвету моей кожи рук. Дизайн вы уже видели. Не буду сегодня на нем останавливаться. А для тех, кто не видел, ссылки также в описании на эти дизайны. Знаю, что будут вопросы по классификации степени вязкости. Объясню. А это средняя вязкость. Б – густая вязкость. С – желе. А и Б – близкие на первый взгляд. По вязкости, но разные по текучести. Б – дольше выравнивается и более пластичный после полимеризации. Формула особенная. Как я говорила, создавался этот гель и для новичков тоже. То есть его основное свойство – это самозалечивание, затягивание поверхности. Не путайтесь с тексотропностью. Природа этого свойства основана на поверхностной энергии. И позволяет покрытию не стекать, но самостоятельно выравниваться. Да, чуть дольше, чем другие гели в этой же степени вязкости. Но для новичков это прям очень важно. И именно это свойство геля отличает его от обычных гелей такой же вязкости. То есть Трио А, например, а это средняя вязкость, кажется чуть гуще и более вязким, чем другие гели с такой же степенью вязкости. Сейчас я покажу вам оттенки. Их пока 4 цвета. Любым гелем в этой коллекции, любой степенью вязкости можно и моделировать, и укреплять. Он и арку держит, и отлично носится в тонком слое. И да, он низкотемпературный, не горячий. Тепленький такой. Вязкость показывать буду одну, по классификации А, средняя. Это номер 01. И покажу вам антитехнику. То есть буду выкладывать гель как попало. Первым делом тоненько промазала поближе к кутикуле и боковым валиком. Это делается для того, чтобы гелю впоследствии было легче распределиться. Этот тонкий слой не сушу. Набираю на кисть чуть-чуть геля. И ставлю капельку в зону кутикулы. Прижимаю ее кистью и толкаю к линии кутикулы. А потом, без технических приемов, как попало, размазываю материал вниз к свободному краю. И потом, без технических приемов, как попало, размазываю материал вниз к свободному краю. Вот так все неровно получается. Похоже на новичка. И вот теперь смотрите внимательно. Пока я тонкой кистью поправляю периметр покрытия. Гель, несмотря на среднюю вязкость, не стекает, но уже почти затянул все неровности, которые я оставила от кисти. Его можно двигать, подвигать в пустые места, возвращать обратно, добавлять гель по мокрому и все это достаточно долго. Он не утечет у вас ни в боковые, ни под кутикулу. Центрирую и вот идеальная поверхность. Сушить не буду, сниму и покажу вам следующий цвет. Следующий это Трио А2. Молочно-розовый. Точно так же тонко промазываю всю поверхность ногтя и не сушу. Беру маленькую каплю в зону кутикулы и двигаю ее к линии кутикулы, а потом все вниз. Да, друзья, самой смешно, вот такой ужас получается. Но все мы когда-то были новичками. Опять беру тонкую кисть. Начинаю я всегда с линии кутикулы. Единственный совет, держите ноготок с наклоном вниз, чтобы гель не собирался в зоне кутикулы. Ну вот смотрите, пока я там ровняла, гель уже затянулся. И от этих ужасных прожатых мест почти не осталось следа. Поверхность материала затянулась, при том, что гель не стекла боковые. Ну слева у меня тут лысо и надо решить, добавить материал или еще его подвигать. Добавляю. Смотрите, затягивается на глазах. Так, здесь у нас усадочный валик на свободном крае, который ломает идеальный блик. И делает ногти пирожками. Центрирую и от него и следа не остается. Следующий номер А03 телесный, но я его покажу в конце, так как собираюсь им сделать себе укрепление. А это номер А04 розовый. Все точно так же, тонкий слой и не сушу. Знаю, что спросите про кисть. Это Рублев. Первая такая кисть прослужила мне лет 5, а может и больше. Ссылки на нее будут в описании. Взяла капельку и сделала вот такой кошмар. Да уж, но круто, он затягивается. И опять у меня проплешина слева. Добавляю материал и центрирую. Как вам, легко? И вот мой фаворит. А03 телесный. Он великолепен по цвету. Друзья, этот гель очень крепкий. Вот такой капли хватит для коррекции даже длинных ногтей. Этому гелю не нужен грандиозный апекс. Он будет очень прочным и в толщине 1 мм. Ох, ну тут я прям постаралась. Поверхность он, конечно, затянул шикарно. Но пирожок еще какой получился. Центрирую, пусть без моего участия поработает. Конечно, для скоростных мастеров он покажется медленным гелем. Хотя, кто знает, мне пишут профи, что они в восторге от него. А для новичков, думаю, это находка. Чтобы не пилить себе потом 3 часа. Гель сделает за вас все сам. Вам нужно его просто нашлепать на ноготь, подвигать и постараться хоть как-то закрыть проплешины. Извините за сленг, но по-другому не сказать. А на мизинце будет еще тоньше слой. Такое тонкое, очень эстетичное укрепление. Я прям совсем чуть-чуть взяла геля на кисть. Вот как для промазывания. И опять же, без технических приемов. Просто промазываю ноготь. Тонкой кистью поправила. Центрировать здесь нечего. Так как объема материала нет совсем. Смотрите, какая полупрозрачная нежность получилась. Тонкий, очень тонкий сбоку ноготь. У меня ногти выпуклые, арочные. И я их терпеть не могу. И вот такой вариант, более плоский. Это прям мое. А крепкие, просто слов нет. Здесь они у меня уже покрыты топом. И, конечно, визуализация, как последний этап. Помните, я вначале оставляла 1 мм длины. Его сейчас и буду спиливать. Смотрите на углы торца. Они такие мягкие, нет четкости. А это мне как раз и не нравится. Если посмотреть сбоку, усадочного валика нет. Но продольная линия, арка, не прямая, а такая падающая. И это тоже мне очень не нравится. Красота ногтя, его четкость, стройность напрямую зависит от правильных и четких линий свободного края. Процесс визуализации я пропущу. Если захотите еще раз его посмотреть, именно в этом конкретном случае, напишите мне, озвучу и опубликую. Почистила налет и приточила периметр. После визуализации под ногтем все чисто. Такие ногти и только такие для меня красивые, тонкие и изящные. Напоминаю вам, что это только видимость. Стоит подпилить чуть-чуть торец, толщина опять появляется. Визуализация это просто обман зрения. Поэтому здесь ничего и не сломается, и ничего не отслоится. И натуральный ноготь на месте. Просто чистый и переход к искусственному материалу не заметен. И так он будет выглядеть до следующей коррекции. Будет появляться только налет. Хочу обратить ваше внимание на мизинец. Помните, какой здесь тонкий слой? Хочу показать вам крепость этого тонкого слоя. Его тоже невозможно согнуть. Но никак. А вот здесь толщина для сравнения. Присмотритесь. Натуральный ноготь, покрытый тонюсеньким слоем базы, толще, чем визуал искусственного покрытия. На этом сегодня все, друзья. Жду от вас решения, озвучивать ли часть видео о визуализации. И в следующем видео покажу вам густой гель и желе из этой коллекции. То есть вязкость B и C. Благодарю вас, что досмотрели до конца. Всем пока и до встречи.